друзья всем привет с вами любомир борода сегодня хочу научить вас делать вот такую штуку что это это может быть ланьярд это может быть темляк это может быть какой-то кнут поводок ручка для рюкзака или сумки и так далее так смотрите для того чтобы сплести такую штуку нам понадобится вот такое вот устройство если вы видели мой ролик потому как плести ланьярд из паракорда я показывал вам вот такое устройство с двумя штырями сейчас у нас будет более сложная версия с тремя штырями ролик по ланьярду как плести с двумя штырями я показываю вам сейчас вот здесь сверху ссылочку снизу тоже дам как плести ланьярд из паракорда вот такого плана так теперь мы эту конструкцию откладываем берем конструкцию с тремя вот я привык такие ланьярды плести сразу с бухты если бухты у вас нет но советую взять так метров 8 10 паракорда чтобы вам не было обидно что у вас получился какой-то короткий ланьярд лучше взять больше вы всегда его сможете срезать когда вам когда поймете что у вас в принципе достаточное количество сплетеной дальше вам не нужно почему я с бухты собственной плиту у меня не получается какого-то выброшенного куска мы берем наш кончик паракорда и вставляем его в наш станочек так называемый сверху вниз вот сюда здесь оставляем какой-то остаток для того чтобы потом вам можно было сделать бриллиантовый узел например какую-то петлю вот собственно оставляете ровно столько сколько вам понадобится для этого дела теперь у нас вот так это все выглядит снизу у нас заходит паракорд вверх и здесь у нас бухта на конце либо моточек мои действия для начала мы делаем что мы огибаем так вот вам видно да мы огибаем первый штырь огибаем второй штырь потом делаем такую как бы восьмерку опять проходим по первому штырю и переходим на третий штырь и в этом месте мы немножечко тормозим видите да тормозим и придерживаем что нам необходимо сейчас сделать главное взять вот этот вот смотрите здесь у нас одна петля продетая через штырь здесь у нас тоже один раз проходит здесь два то есть самое наше начало и потом когда мы прошли сверху нам нужно взять нижнюю часть немножко расслабить снизу это вот этот как раз хвост и забросить его сюда наверх таким вот образом и снизу же подтянуть опять за хвост взяться и подтянуть чуть-чуть вниз что мы делаем дальше мы проходим вот просто по кругу поворачиваем наш станок и проходим теперь здесь вот накидываем получается сюда тормозим опять же паракорд и опять нижнюю часть эту нашу нижнюю часть мы снимаем аккуратненько так подтягиваем и вот таким вот образом опять же закидываем через штырь наверх видите вот взяли снизу и поставили наверх плетение такое же как в том ланьярде который был из с двумя штырями только с тремя мы по кругу ведем три вот если непонятно как вот здесь это работает можете перейти на тот ролик посмотреть там снизу подтянули опять же вот идем дальше опять смотрите просто накидываем сверху на штырь притормаживаем забираем нижнюю петлю и заводим ее наверх вот таким вот образом наверх это все очень в принципе легко и просто единственное что когда вы сейчас начнете плести у вас постепенно будет натягиваться паракорд вот этих местах на петлях и петлю петлю вытащить и закинуть наверх иногда будет трудновато поэтому вам надо в середине их немножечко стягивать и подтягивать все время снизу что вас петля была послабже и вы могли и перекинуть наверх вот плюс некоторые пользуются не пальцами как я вытаскиваю а берут какой-то крючок чтобы было удобнее перекинуть опять едем дальше мы все время в одну сторону крутим забираем отсюда подтягиваем и закидываем и опять подтянули и все по такой вот схеме если непонятно вы можете отмотать назад поставить на паузу я сто раз так делал в итоге все получается и Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, в итоге получается у нас вот такая плотная классная штука Я дальше плести не буду, потому что цель главного урока показать, как это делается, а не сплести какое-либо изделие Куда это можно применить? Если мы будем сравнивать с предыдущим ланьярдом, про который я рассказывал, он достаточно гибкий И можно делать это как ланьярды для кошельков Вот я делал поводок для своего кокер-спаниеля Плюс можно делать из него темляки, брелки и прочее Здесь плетение плотнее, сами видите И оно достаточно такая упругое получается Ланьярд для кошелька будет очень уж брутальным и таким плотным Наверное, вот из такой штуки можно сделать ручки для рюкзаков или каких-либо сумок Я бы на месте производителей поэкспериментировал Вот как ручка для какого-то рюкзака, очень даже крутая тема Вот, потом, наверное, можно сделать плеть Тоже, потому что очень мощная Либо делать короче, как темляки Именно темляки, брелочки, ну, очень крутая штука И плести недолго, сами видите И классно плотно смотрится Еще момент Я не засек, не замерил количество паракорда использованного Поэтому, если вас не затруднит, кто будет пробовать Можете вычислить соотношение Сколько надо паракорда на, например, 10 см данного изделия Вот, это будет очень полезный комментарий И я вам скажу спасибо И люди, которые смотрят это видео тоже Так, давайте теперь перейдем к моменту Как это дело нам закончить Мы просто снимаем наш станок Вот У нас вот такая вот херь Ерунда Опять же, оставляем место Сколько нам надо там Вот какое-то крепление, узел, петелечку И отрезаем Немножечко обжигаем кончик Чтобы у нас ничего не лохматилось Что мы делаем дальше Я это делаю так Я просто прохожу по всем петлям Чтобы закрыть их Чтобы у нас ничего не распускалось Вот так по округу И затягиваю Можно, в принципе, еще Вот так вот мы затянули Зайти еще вот в эту петлю Еще раз Чтобы Свести вот таким вот образом И также надо обратить внимание На другую сторону Потому что в начале, когда мы делали Оно получилось вот так В принципе, оно даже Ну, неплохо выглядит Но можно, если это все коряво Просто это дело распускать Немножечко Чтобы понять, что куда заходит А дойти до того же нашего с вами варианта Когда у нас свободны 3 петли Вот И просто по этим Вот, 3 петли И просто по этим петлям Красивенько По кругу пройти Либо с этой стороны Либо с этой Как вы их поставите Вот Тут надо немножко экспериментировать Кому как более удобно Нам главное их красиво закрыть Вот И здесь вот мы Сейчас Можно аккуратно пройти просто по кругу В эту петлю В эту петлю И стянуть Вот Получается, как в предыдущем варианте И можно, например, взять И закрыть ее вот через вот так Вот Даже смотрите, как получилось Охрененно и симпатично Вот Давайте я, наверное, здесь сделаю то же самое Оно так круче смотрится, чем по второму разу Засовывать В это отверстие Вот Вы понимаете, да? Второй раз в петлю мы не проходим Мы прошли их все по кругу А потом взяли Вот Немножечко расслабили этот момент И завели в него Лястик Если непонятно Ставьте на паузу И все Поймете И вот так Подтянули Поправили И получилось Очень даже симпатично Делаем здесь какую-то петельку Чтобы повесить карабин Вот Можно Заморочиться Провязать бриллиантовый узел А можно сделать проще Я тоже часто так делаю Сейчас я вам покажу Этот вариант Делаем вот такую петельку Вот так вот ее обматываем И здесь В обмотанный участок Заносим Наш хвостик И начинаем Аккуратненько затягивать У нас получается Такая петля Можно сделать ее меньше То есть тут Главное понять Как Это все очень легко И нетрудно Потом Подтянули Как нам надо И что делаем дальше Мы берем вот этот хвост Нам его надо убрать Вот Я в таких случаях Пользуюсь Иголочкой Для плетения Из паракорда Иглу намотали И здесь что мы делаем Мы просто Аккуратно Заводим ее внутрь Через пару стежков И прячем Вот еще раз Подтянули Красиво Спрятали На этом месте Мы ее можем Просто обрезать Чуть-чуть вытянуть Обрезанный участок Оплавить его И аккуратненько Придавить Вот И вот таким вот образом Он у нас спрятался С этой стороны Делаем то же самое И аккуратненько Стягиваете Прижимая к самому Основанию нашего Ланьярда Брелка Темляка Вот Тоже подтянули Все у нас получилось И хвостик Прячем Точно таким же образом Как С той стороны Тоже чуть-чуть Обжечь Чтобы посадить иглу Сажаем иглу Резьбу прорезали Все нормально Так как хвост короткий Игла сразу не пролезет Мы откручиваем ее Заводим Куда нам надо Давайте Куда-то До сюда Доведем Вот так Потом Накручиваем Обратно иглу И заводим хвост Тут смотрим Чтоб он красиво лег С этой стороны Подрезаем И оплавляем Оплавили Прижали Все С этой стороны Карабин С этой стороны Какое-нибудь Колечко Не знаю Кому Что больше Что в голову придет Я говорю То что Самое главное Показать плетение Как оно делается А вы уже можете Делать все Что вам Заблагорассудится Плести Ручки Под сумки Можно сделать Ремень Для фотоаппарата Такую нитриальную плетку Может быть Да Мощный поводок Для огромного пса Если сделать Маленький Брелочек Темлячочек Какой-то В общем Все что хотите На этом Буду заканчивать С вами был Любомир Борода Спасибо за внимание Ставьте лайки Дизлайки Пишите комментарии Обязательно И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok